Посмотрев это видео, вы наконец узнаете, как вылечить экзему без врачей и лекарств, какие основные ошибки вы допускаете во время лечения, и как их избежать, и что действительно работает при лечении экземы. Сейчас разберемся от и до. Погнали! Для того, чтобы вылечить экзему без врачей и лекарств, сначала надо понять, вообще через какие стадии проходит человек, и чем это чревато. Возможно, у вас только обнаружилась экзема, или вы уже давний знаток экземы. Кстати, напишите в комментариях, на какой стадии ваш опыт экземы. Нам будет очень интересно. Всю историю, как вылечиться без врачей, мы покажем на неком Василии, ну или на Василисе. Кому как будет удобно. Поехали! Небольшие высыпания зуб на коже и еще некоторые факторы, которые по сути относят вас к экземе, это все заболевания, которые на первом месте среди всех заболеваний кожи. В России более 30% людей с дерматологическими проблемами будут болеть экземой. Итак, допустим, нашим участникам по имени Василиса и Василий поставили диагноз экзема. Обычно, если повезло с врачом, вам выписывают щадящие препараты. Но экзема на данный момент не настолько острая, поэтому можно попробовать что-нибудь простое, легкое, лайтовое. Довольно часто предлагаются препараты наподобие картолина, ведистима или, например, препараты с цинком. Почему цинк не является решением всех проблем? Экзема – это аутоиммунное заболевание, однако цинк напрямую не влияет на иммунитет. Цинк в таких препаратах отличается от обычного цинка, который есть в мясе и рыбе. А еще у человека нет резервов для хранения цинка, потому что природой было обусловлено так, что человек кушает мясные продукты и оттуда получает в достатке цинк. Цинк принимает участие в очень большом количестве разных процессов организма. Но из пищи вам не получается его добыть, либо потому что вы не едите мясо, ну или очень мало его едите, либо вам не хватает кислотности желудка для того, чтобы усвоить цинк, а значит и мясо вы не перевариваете. Забавно то, что если вы не любите ни мясо, ни рыбу, и максимум, что вы можете скушать эту курочку, это не потому, что вы такое, а просто вашему организму очень сложно переваривать белки. То есть проблема с цинком, как и с мясом, упирается в кислотность желудка. Самый явный факт, который прям кричит о низкой кислотности, это кислотная отрыжка или изжога. Самое ужасное, что можно сделать, это выпить соды или таблетки от изжоги. Дело в том, что верхний сфинктер желудка реагирует на кислотность в нем. Если кислотность слабая, он приоткрывается, и желудочный сок попадает на стенки пищевода. Когда это происходит, пищевод обжигается, потому что в пищеводе нет такой защиты от кислоты, как в желудке. Но тем не менее, несмотря на ожог, кислотности не хватает для того, чтобы переваривать мясо. Ни в коем случае не нужно бежать на кухню и пить уксус, есть ложками лимонную кислоту и давиться чищенными лаймами. Как минимум, это не полезно. Если вы страдаете от язв, сначала надо убрать бактерии, которые вызывают язвы, и восстановить защитный слой желудка. Почему пищевые добавки не сработают? В эту же кучу можно засунуть всю фарминдустрию пищевых добавок, которая так яростно пытается вам всучить свои аминокислоты. Как L-глютамин, L-триптофан, L-цистеин и еще много, просто невероятное количество таблеточек, которые вам точно помогут, как бы не так. Аминокислоты – это кирпичики, из которых состоят белки. Вы скушаете мясо, и желудочный сок помогает организму обработать белок и разбить его на эти кирпичики. Смотрите, какая красота! Если кислотность желудки будет правильной, вам не надо будет покупать за заоблачные деньги спреи, мази и шампуни с цинком. А также у вас будет весь спектр аминокислот. Повысить кислотность желудки помогут способы готовки. Например, в некоторых рецептах используется уксус или лимонная кислота. Еще их можно разводить в очень разбавленном соотношении с водой. Например, столовая ложка 5% уксуса на стакан воды. Кислинка должна быть приятной. Ну, еще можно вместе с едой принимать бетаин. Он тоже поможет повысить кислотность желудочного сока. Но что делать, если у вас нет проблемы с цинком? А о проблеме кислотности желудочного сока вы еще не слышали. Ну, не вы, вы уже слышали. Но Василий с Василисой еще на том этапе, когда врач пробует на них слабенькие препараты. Допустим, Василию выписали картолин, а Василисе венестим. И даже в обоих случаях им помогло. Скоро они опять посетят своего врача. Дело в том, что вам всегда надо смотреть на состав и побочные действия препаратов. И не просто в самой мазе или креме, а именно как отдельный ингредиент. Васе не повезло, потому что в его мазе есть витамин А и солидол. Солидол априори сушит кожу. Несмотря на то, что он ее делает эластичной, солидол все же отталкивает воду, как и вазелин. Который мы тоже очень не рекомендуем. Как только Василий перестанет наносить крем, кожа начинает показывать, насколько она высохла. И Василий бежит в аптеку закупаться картолином. Но вот побочное действие витамина А – это дегенерация кожи и истончение кожного покрова. Кожа, пока такой крем работает, кроме того, что сохнет, она становится очень тонкой, ломкой, зудящей и травматичной. В Василисе повезло, чуть меньше. В ее мазе рабочее вещество только витамин А, побочки у которого отобразятся быстрее, чем у Василия. Потому что в видестим более концентрированный и в какой-то момент наши герои возвращаются к своему врачу. Поговоря с врачом, они решают испытать иммунодепрессивные препараты. На самом деле выбор большой. Выбираю, не хочу. И одни из самых распространенных – это протопик и токропик. И давайте представим, что и тут помогло. Ну, просто если нет, тогда врач выпишет гормональные препараты. А мы все-таки хотим посмаковать и рассказать вам об иммунодепрессантах. Они все работают по правильному принципу. Экзема – аутоиммунное заболевание? Да. А значит, надо агрессивный иммунитет подавлять. Вот мы его и подавляем этими препаратами. Не важно, что есть побочные действия, которые усугубляют ощущение зуда. Или разрушают печень и почки в некоторых случаях. Вот, например, Василиса уже не может засыпать без ванны из чая с шиповником, бузины и соды, в которые она расслабляется и отмокает. Однако в организме есть какой-то дефицит, который продолжает расти, пока врачи пытаются найти решение нашим героям. Все можно было бы решить быстрее, проведя им анализ крови хотя бы на витамин D и на резистентность к витамину D. Но не суть. Они же не смотрят наше видео, а поэтому пока еще не знают, насколько это важный витамин. Итак, новый поход к врачу с обострением. Врач выписывает бетаметазон или любой другой стероидный препарат. Вы можете подумать, что это уже тяжелая артиллерия. Однако по сравнению с тем, что будет дальше, это только начало. Эти препараты тоже должны гасить активный иммунитет. Но в организме человека десятки гормонов в очень хрупком балансе. И все-таки мы думаем, что в некоторых случаях лечить стандартное проявление экземы гормонами, как настраивать швейцарские часы, кувалдой и зубилом. Мы ни в коем случае не против врачей. При первых признаках запаливания вы обязаны пойти к врачу, так как у вас как минимум нет образования точно понять, что именно у вас. В некоторых случаях само лечение может привести к необратимым и плачевным последствиям. Но вы должны быть осознанными. Когда вам что-то советуют, изучать побочные действия препаратов и последствия. Взвешивать все. Но что же делать, если все средства имеют побочные эффекты? Одно лечат, а организм калечит. Или вовсе не помогают от экземы. Существует кластер средств нового поколения, которые решают проблемы зуда, проявления экземы на коже и других неприятных проявлений. Это кремы с мягким воздействием на кожный покров, которые восстанавливают естественный иммунитет кожи без гормонального и агрессивного воздействия. Они работают за счет натуральных, но при этом не аллергенных компонентов в своем составе, которые соединены в особом соотношении, как в природе. Они дают глубинное, а не поверхностное увлажнение кожи, позволяя ей регенерироваться самостоятельно, убирая воспаление. Как правило, первые видимые изменения заметны уже в течение первых дней. И полное восстановление даже в самых запущенных случаях экземы в среднем происходит через 3 месяца. Вы можете самостоятельно рассчитать срок вашего лечения таким кремом по ссылке в описании к этому видео. Либо заказать крем Экзеприму. Ссылку на него вы также найдете в описании ниже. Что же будет с нашими героями дальше, если они вовремя не найдут верное решение для своей проблемы? А далее их положат в кожно-венерологический диспансер и предложат такой препарат, как метатриксат. Метатриксат изобрели еще во времена Второй мировой войны. По своей сути, для лечения более 20 различных видов рака. Мы не будем вдаваться в подробности, но, видимо, предполагается, что препараты, такие как метатриксат, уничтожат все, что смогут уничтожить. И в этой куче будет также часть иммунитета, который агрессивно настроен, из-за которого уже все тело покрылось бляшками экземы, зудит, чешется и горит. А для красоты может еще и кровоточить. Очень тяжелое состояние, и мы искренне сочувствуем. Но зачастую подобное ждет больного экземой не сразу. Спустя лет 10 или 15. Но через это прямо сейчас проходят люди, возможно, кто-то из вас. Возможно, для кого-то из вас созывали врачебные комиссии, чтобы рассмотреть, подходите ли вы для лечения биологическими препаратами, ну или, правильнее сказать, генноинженерными препаратами. Это препараты самой последней инстанции. Именно они являются тяжелой артиллерией. Ведь на некоторых из таких комиссий присутствуют не только дерматологи, но и онкологи. В короткой перспективе у таких препаратов бывают очень яркие осложнения. Пожалуйста, досконально проверяйте, с чем вы можете столкнуться. Мы ни в коем случае не отговариваем вас от лечения. Но, к сожалению, мы не знаем, повезло ли вам со специалистом или нет. Ну да ладно, хватит о страшном. Все может быть намного проще при лечении экземы. Аутоиммунное проявление заболевания – это когда в организме стало слишком много Т-лимфоцитов вида Т-хелперов. Эти клетки должны сигнализировать иммунитету, кого стоит атаковать и кто патоген организм. Но когда их становится слишком много, иммунитет начинает атаковать самого себя. И по причинам, которые мы раскрываем в других наших видео, у вас появляется экзема. Витамин D как раз регулирует активность иммунитета. А еще он регулирует активность клеток, которые отвечают за интенсивность воспаления. Наверное, если бы врач Василисы или Василия все эти долгие годы старался сбалансировать внутреннее здоровье пациента, а не пытался только купировать симптомы, наши герои давно бы уже забыли, что на их теле были пятна экземы. Переходите по ссылке в описании к этому видео и смотрите другие наши ролики, чтобы избавиться от проблем с кожей раз и навсегда. Переходите по ссылке в описании к этому видео.